Итак, друзья, это часть третья по настройке магазина VEQUIT. Мы уже настроили внешний вид, добавили описание, такое, какое нам надо. И теперь переходим к следующему шагу, а именно добавлению товара на свой магазин. Кстати, смотрите, вот здесь вот эти подсказки я оставляю для того, чтобы снять видео. Эти подсказки по настройке, список дел так называемый, они могут быть здесь, появляться даже в том случае, когда у вас магазин уже полностью рабочий, вы там все сделали, полностью его настроили, и все равно, типа, какой-то процент надо еще сделать. Поэтому я здесь всегда скрываю, вот через вот эти три точечки, скрыть советы по настройке. Ну, пока пусть остается, поехали дальше. Итак, добавляем товары и услуги. Можно перейти вот здесь, добавим товары. Можно перейти, вот это называется каталог товаров, списку товаров. Потому что, когда этого раздела у вас не будет, все это находится вот здесь, в левой части. Тот же самый дизайн, чтобы настроить внешний вид. Все это здесь есть. Здесь поклацайте, посмотрите, что куда вас приводит. Ознакомитесь уже самостоятельно. Итак, добавить товары или услуги. Услуги – это имеется в виду что-то цифровое там или какую-нибудь услугу. Вот эти все товары, которые у нас перечислены в демонстрационном магазине. Смотрите, для того, чтобы видеть общий вид, видеть общий вид своего магазина, мы пока все эти товары оставляем. Оставляем. Просто заменяем их на свои. Редактируем. И желательно делать так, чтобы видеть, вот самый первый товар, вот этот, надо найти вот здесь. И отредактировать именно этот товар. Кликаем «Редактировать» и «Редактируем». Или можем его убрать вообще. Убрать вообще. Давайте лучше его уберем. Давайте лучше его уберем, чтобы, так сказать, освободилось место. Здесь вот 10 товаров, которые на бесплатном сайте можно размещать. Вот смотрите, кликаем вот сюда и из выпадающего меню «Удалить товар». Да, удалить. У нас освободилось одно место. И вот здесь мы добавляем товар. «Добавить новый товар». Кликаем вот по этой синей кнопочке. И вот у нас вот такое вот окушечко открывается. Для примера, для примера, взят вот этот вот продукт, который взят с Алиэкспресс. Сейчас я его быстренько открою. Так, вот этот вот продукт. Вот такой фонарик для головы. Как он называется, я не знаю точно. Ну, вот такой вот товарчик. Как скачивать картинки и все такое, я сейчас показывать не буду. Но как шпаргалку мы будем использовать вот этот вот товар с Алиэкспресс. Ну, предварительно я, конечно, вот скачал картинки и написал, то есть описание. Сделал описание под этот товар, который я тоже скопировал вот отсюда. Вот здесь все, что надо скопировано. Вот описание, вон название наверху. То есть это особо рассказывать и объяснять не надо. Итак, загрузить изображение. Если вам, смотрите, если вам нравится вот такой вот вид магазина, вот, все вас устраивает. Да, вот такие вот картинки, чуть вытянутые и все такое. Что вам надо сделать? Вам надо сделать вот так вот, правый клик, открыть картинку в новой вкладке, скачать картинку и посмотреть, какого оно размера. Вот я тут скачал одну из этих картинок. Вот наводите мышкой и видно. Размер 533 на 800. То есть и ваши картинки должны быть именно этого размера. Как их получить, опять же, отредактируйте в каком-нибудь редакторе картинок. Я сейчас это показывать не буду. Это просто, чтобы, если вы хотите, получить один в один вот как такой вот вид. Итак, перешли на, значит, выставление товара. Так, первым делом загружаем картинки. Картинки у нас на рабочем столе. И вот эти картинки. Выбираем их. Так, выбираем сразу все. И загружаем. Не поштучно, а загружаем все сразу. Ждем, чтобы они загрузились. Ну, 6 картинок вполне достаточно. Название. Название. Старайтесь не делать длинным. Вот если посмотрите, здесь прямо целый километр описания. В таких сайтах, как Эквит, Шопифай, такое длинное название, заголовок сайта не надо делать. Выберите основное, сделайте короткое название, вот такое. И используйте его. Вставить. Артикул можете сделать свой, там 0, 0, 0, 1. Пусть будет так. Эту галочку надо обязательно проставить, если товар физический. Вес можно не писать. Можно никакого веса не писать. Если у вас цифровой товар, галочку снимаете. То есть, это загружаемый товар. Чем примечательен товар, то есть, описание. Окошко описания. Вот, чем примечательен наш товар. Это описание нашего товара. Опять же, копируем. И вставляем. Вот оно, наше описание. Можно сделать что-нибудь жирненьким, допустим, полужирный. Можно поменять цвет текста. Здесь, короче, текстовый редактор, через который вы можете все это подредактировать. Здесь даже поставить еще одну картинку, вот через вот это изображение. Опять же, поклацаете, посмотрите. Ну, это все лишнее. Это не надо. Вот описание и достаточно. Максимум, что можно сделать там кое-что жирным и цветным. И цена. Цена. Ну, ориентировочно это будет все стоить где-то. Ну, 12,90. Ну, давайте 29,99. Пусть будет 29,99. Ну, цену уже сами придумаете. Все. Вот и все. Товар выставлен. Все просто, красиво, без всяких заморочек. Товар сделан. Теперь, здесь сверху есть разные вкладочки. Атрибуты, параметры. Файлы – это если вы продаете электронные товары, и это доступно уже на платном аккаунте. На бесплатном файлы не продаются. Доставка и самовывоз. Вот одно еще важное место. То есть, это опять же, если у вас цифровой, выключаете. Если физически оставляете. И вот тут, в самом низу, всегда выбирайте бесплатная доставка. Потому что вы изначально заложили цену на доставку, все это просчитали и сделали листинг. Все. Покупатель любит, когда доставка бесплатная. Сделали листинг и сохранить. Обязательно сохраняйте. И теперь перешли на свой сайт, обновили страницу. И вот то, что мы добавили, будет внизу. Должно быть внизу. Сейчас посмотрим, почему его нет. Может, надо по новой перейти на сайт. Так, консоль. Перейти на сайт. Вот он, этот товар. Вот он, наш товарчик. Все по нашей цене. Наша картинка. Вот он. Информация в корзину и так далее. Теперь смотрите, что тут можно еще подправить. Вернуться в каталог. Вот эти картинки, вот видите, они на сером фоне. И как-то выделяются. А это все расплывчато и непонятно, где это. Если посмотрите, вот у него чуть серый фон. И при наведении оно меняется, как бы, картинка. Это, опять же, доступно на платном плане. Но, чтобы сделать отдельно в рамке, чтобы товар один от другого отличался. Что мы делаем? Мы переходим в дизайн. Ну, та же настройка этого. Изначально то, что показывал. И здесь можно все это поменять. Но чтобы вы не, так сказать, не запутались. Вот смотрите. Отсюда настройте сайт и витрину. Переходим. Переходим в магазин. Переходим вот сюда. Рамка вокруг карточки. Вот видите? Рамка вокруг карточки. И включаем рамку вокруг карточки. И теперь вокруг вот этого вот нашего товара будет вот такая вот рамка. И вообще рамку вокруг карточки советую всем включать. Оно будет всегда выделяться и будет красиво смотреться. Сохранить. Не забываем сохранять. И вот теперь обновляем сайт. И видим, что вот наш товар, он в рамке изначально. Он не сливается ни с общим полем, ни с другими товарами. И теперь, вот смотрите, мы посмотрели, увидели, что и как. Все нам нравится. Но у нас тут осталась одна, так скажем, небольшая проблемка. То, что на сайте есть товары, которые у нас нет. Вот эти демо-товары. Когда вы уже окончательно запустите, начнете продавать, настроите и начнете продавать, вам надо будет перейти в каталог товара и отключить. Вот здесь видите? Включить, выключить. Отключить тот товар, и он не будет показываться. Вот так вот, если сейчас их всех поотключать, то эти товары показываться не будут. То есть вы в включенном состоянии увидели общий вид, да? Можете сразу все демо-товары, тут есть даже такая кнопка, но это сделаете в конце. И все демо-товары удалите, останутся ваши. И, к слову, если вы уже разобрались, как, что и почем, вы можете просто их в корзину. И для чего вот эта кнопка? Ну, допустим, у вашего поставщика закончился товар, не убирать же листинг. Просто выключаете этот товар. Вот можно выключить и этот. Потом появился, вы включили. То есть не надо удалять, не надо цену поднимать и так далее. Вот таким вот способом включаются, выключаются товары. Продолжение следует...